Ненужная братская могила 1 мая исполнила 69 лет со дня взрыва на шахте номер 20 имени Жданова. Родственники погибших обеспокоены судьбой Стеллы, которая вот-вот может оказаться под насыпью. Вокруг обелиска ведутся загадочные работы, и Людмила Батюшкина выясняла, что происходит. Это братская могила. 1 мая 1945 года. Здесь, под землей, произошел страшный взрыв метана. Погибли 78 горняков. Точных сведений нет даже в архиве. Предположительно, тела шахтеров не смогли достать на поверхность и прямо над эпицентром взрыва поставили этот памятник. Каждый год 1 мая 70-летний Дмитрий Котков приходит сюда почтить память отца, погребенного на глубине. Даже он не знает имен всех покоящихся под этим монументом. Сегодня вокруг обелиска выросла стена из щебня высотой метров 10. Еще чуть-чуть, и братская могила также уйдет под насыпь, переживает пенсионер. Первый 8 минут работал, пришел в спецовке домой, покушал и на полу лег спать. Отдохнул, поспал и опять на работу через 4 часа. Опять ночь на работу пошел. Было повышенное добыча, в честь Дня Победы нужно было уголь выдавать. И вот он ушел и все, и не вернулся. Он погибший, отдавал то же самое, что и на фронте отдавали. Шахта считалась как бы второй фронт. Стелл устроили шахтеры, коллеги погибших. Несколько десятков лет назад памятник стал уходить под землю, и горняки поднимали его. Обелиск не включен в список официальных памятников и не охраняется государством. И брать на себя заботу о нем управление культуры не намерено. Комментарии нам дать там отказались. Как и отказались от комментариев областное управление строительства, городской одноименный отдел и подрядчик, выполнявший насыпь. По другим данным, здесь погибло больше ста человек. Специально это не афишировалось тогда, или как бы не информировалось. А вообще тогда мало что информировалось. А тогда как раз был День Победы, все это было не до этого и так далее. И так все на трамвозах спустили. Сейчас тоже не до них. Сейчас большие прибыли, сейчас миллионы. Сейчас не до людей, которые сделали эти прибыли. Это чудовище. Город построен на этих костях. Здесь тысячи погибших людей, о чем я в книге переселял. И надо, общество, государство обязано это делать. Как пояснил по телефону представитель подрядчика, земля вокруг памятника государственная. Фирма, выполнявшая работы, выиграла тендер и построила громадную чашу из щебня, внутрь которой перенесла шлаковые отходы из переполненного золоотвала ТЭЦ-1. Не трогать могилу горняков было условием проекта. Сейчас работы закончены, памятнику ничего не угрожает. Кроме того, что теперь он спрятан от людских глаз. Сегодня вокруг братской могилы уже исчезла ограда, обветшали дорожки, выложенные из бетонных плит. Судьбой обелиска обеспокоены общественники благотворительной организации «Благо». Сейчас они шлют запросы в архивы в поисках списка имен погибших шахтеров. Сегодня известны имена лишь шестерых из них. Чтобы эту могилу, во-первых, сохранили, во-вторых, облагородили, потому что это состояние отвратительное. У нас город шахтерский, это должно быть как бы нашим достоянием. Мы должны, получается, все силы вложить то, что это было не просто насыпь какая-то позорная, а, соответственно, памятник, стелла с надписями, с именами, с датами рождения, с датами смерти. Чтобы это было достойно погибших шахтеров. Активисты просят откликнуться родственников погибших шахтеров, чтобы собрать всю возможную информацию, восстановить обелиск, написать на нем имена и фамилии. И главное, общественники намерены выпустить уже вторую по счету книгу памяти погибших горняков, куда также внести информацию о героях, отдавших жизнь углю в самом конце войны.